Эликарт Боро – это профессиональное решение для мониторинга качества транспортного потока в распределенных сетях в режиме реального времени. Используется в сфере организации и доставки OTT и IPTV телевидения, а также в системах видеонаблюдения. Система мониторинга Боро имеет встроенный журнал, где пользователи просматривают информацию о зарегистрированных событиях и состояниях. Запись в журнале позволяет перейти в анализируемую задачу и детально изучить момент возникновения события. Зонд определяет ошибку на основе пороговых значений и передает сообщение на сервер. Ошибки попадают в систему оповещения, которая принимает решение о регистрации аварии в журнале и об отправке уведомлений. Если вы настраиваете оповещение впервые, вам необходимо задать пороговые значения, выбрать желаемые триггеры и применить эти параметры к задаче. Пороги Параметры порогов находятся в настройках проекта на вкладке «Профили задач». По умолчанию система предлагает три предустановленных профиля. Два для мониторинга IPTV потоков с SD и HD разрешениями и один профиль для OTT задач. Измените существующий профиль или создайте новый. Для примера создадим копию OTT профиля. Все параметры разделены на четыре группы. В нашем примере проверка сетевых параметров выключена, поскольку профиль ориентирован на OTT. Каждый порог имеет всплывающую подсказку, где указана связь с определенной опцией мониторинга. Укажите пороговые значения и сохраните изменения. После этого сервер передаст настройки в зонт, где на их основе будут определяться ошибки в потоках. Триггеры Чтобы настроить систему оповещения, необходимо выбрать триггеры. Для этого в настройках проекта перейдите на вкладку «Уведомления» и в разделе «Alarms» создайте профиль. Выберите необходимые триггеры. Все параметры сгруппированы по типам, каждый из них имеет всплывающую подсказку. Там вы найдете описание триггера и информацию, с каким порогом и опцией мониторинга он связан. Установите один из пяти уровней важности события. Некоторые триггеры срабатывают в зависимости от накопленной длительности ошибки или количества ошибок за определенный период времени. В качестве примера зададим значение 10CC ошибок за скользящее окно в одну минуту. Если это условие выполняется, сработает триггер и события запишутся в журнал оповещений. Если ошибок будет меньше, то сервер не зафиксирует аварийное событие в журнале, но вы сможете просмотреть их в других разделах и на графиках. Сохраните выбранные параметры. Вкладка Alarms содержит параметры для внутреннего журнала. На остальных вкладках вы можете настроить отправку уведомлений на сторонние ресурсы. Чтобы узнать больше о системах оповещения, посмотрите ролик «Настройка email, SNMP и вебхук оповещений». Добавление задачи Теперь необходимо применить профили к задачам мониторинга. Рассмотрим этот этап на примере запуска новой OTT задачи. На странице зонда нажмите кнопку «Добавить задачу». В появившемся окне в разделе «Профили настроек и уведомлений» нажмите кнопку «Варианты» и выберите созданные профили порогов и триггеров. Обратите внимание, что некоторые параметры мониторинга расположены не в профиле порогов, а в форме добавления задачи. Например, чтобы получать уведомления о замирании картинки, установите в этом окне флажок фиксации замирания видео. Запустите задачу. Настройка оповещений завершена. Когда задача запущена, вам не нужно ее останавливать, чтобы изменить профили оповещений и порогов. Просто выберите другие настройки в окне конфигурации. Вы можете создавать неограниченное количество профилей порогов и триггеров и применять их к разным задачам мониторинга. Описание журнала оповещений Рассмотрим журналы оповещений. На этой странице вы видите вкладки с журналами различных способов оповещения. Каждый журнал имеет фильтры, чтобы вы могли найти необходимую информацию среди всех уведомлений. Если вы хотите отобразить определенные события и состояния, воспользуйтесь фильтром группа. Снимите флажки с выбранных параметров или со всей группы, чтобы исключить их из списка. Активируйте настроенные фильтры, нажав кнопку «Применить». Ошибки отображаются в виде списка в порядке их обнаружения. Существует два типа ошибок – событие и состояние. Событие представляет собой ошибку, возникшую в определенный момент времени. Например, проблема с загрузкой сегмента. Тогда как состояние – это проблема, которая продолжается в течение определенного периода. Для состояний регистрируется время начала и окончания, и длительность. Незавершенные состояния имеют статус «Активно» и всегда находятся вверху списка, даже если они зарегистрированы давно. Поле «Уровень» для них выделено цветом. Для каждой ошибки вы можете открыть окно с подробной информацией. Например, для проблемы загрузки сегмента окно содержит описание HTTP или curl ошибки. Если вы кликните «Время регистрации ошибки», откроется страница задачи с позиционированием на этом моменте. Здесь вы можете наглядно изучить проблему. Загрузка содержимого в CSV-файл. Вы можете экспортировать содержимое журнала Project Alarms, нажав кнопку «Выгрузить в CSV». В открывшемся окне настроите фильтры. Готовый отчет вы можете сохранить на локальном компьютере или отправить по электронной почте. На основании этих данных вы можете сформировать отчет о качестве предоставляемого сервиса и подготовить сводную статистику. По запросу наша компания предоставит вам скрипт, который позволяет строить графические отчеты из выгруженных данных. Мы знаем, что иногда вам может понадобиться помощь, чтобы разобраться с продуктом. Вы можете воспользоваться помощью отдела технической поддержки компании LeCard или помощью отдела разработки, который сможет создать индивидуальное решение под нужды вашего проекта. Наша команда поможет вам решить задачу любой сложности и масштаба в области анализа видео.